Имя Софья и София. В чем разница характеристика имени? Имена Софья в последнее время стала популярным в России и странах Западной Европы. А вот имя Софья распространено только в нашей стране. Этот вариант принято считать русским. На самом деле, как и большинство русских имен, оно пришло из Греции. Разные или одинаковые? Сделать окончательные выводы в этом вопросе не удалось еще никому. Софья, София и Соня – это индивидуальные имена или всего лишь разные формы одного слова. Принято считать личным делом родителей, каким именем назвать свое чадо, и будут ли они допускать другие варианты его произношения. Чаще всего, родственники и друзья не видят особой разницы и не слишком обращают внимание на то, что написано в официальном документе. Причем имя Соня часто используется как уменьшительно-ласкательная форма обоих имен. Кроме этого, девочек часто называют Сонечка, Софьюшка, Софика, Софушка. Происхождение статья Википедии говорит, что София – слово греческого происхождения переводится как мудрость, мастерство. На Русь оно пришло одновременно с принятием христианства. Православные очень почитали святых веру, надежду, любовь и мать их Софию. Это имя встречается в переводах церковных книг и согласно канонам, форма София закрепилась в католической религии, вариант Софья считают исключительно русским. Оба варианта имеют один и тот же корень, а значит общую этимологию. В 14-ти великий князь Московский взял в жены Софию, уроженку Литвы, после этого имя прочно закрепилось среди царских особ Рюриковичей. Его унаследовали Романовы, а царевна Софья Алексеевна даже одно время правила государством и конфликтовалась с Петром I. В более позднее века имя распространилось в дворянских семьях и нечасто встречалось среди крестьян. Увлечение русских дворянок французским искусством привело к тому, что имя получило звучание французского аналога «Софи». В советское время имя стало довольно популярным, его чистота в документах о рождении составляла от 3 до 4%. Пик популярности пришелся на начало 2000-х. В Алмате и Хабаровске оно заняло пятую строку в рейтинге женских имен в российской столице и области, девятое. В культуре и религии имя стало популярным не только у славян. По нраву оно пришлось англичанам и жителям Ирландии. В 2010-м каждая вторая украинская семья так нарекла своих дочерей. В мире имя София занимает третью строчку в списке популярности. Это самое распространенное имя в Болгарии, такое же название носит столица этого государства. Имя было чрезвычайно распространено среди царских особ европейских государств. В разное время истории во главе государств находились София, королевы Пруссии, Греции, Норвегии, Швеции, герцогиня Баварская и принцесса Альденская. Каноническая церковь насчитывает не менее десятка святых с именем София. Именно вариант написания с мягким знаком православия считает истинным. Именина Софии отмечает 30 сентября в честь матери и мученицы. Кроме этой даты, День Ангела Православная Церковь празднует еще несколько раз в году – феврале, апреле, июне, октябре и 31 декабря. Католичкам с именем Софии отвели два дня – в мае и октябре. В русской литературе самыми известными персонажами, обладательницами имени стала Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание». София Павловна из «Горе от ума» встречается на фьесе фан-визиной романе Толстого. Сонька «Золотая ручка» стала легендой криминального мира, а знаменитая тетя Соня из Одессы – героиней многочисленных анекдотов. Кстати, в переводе с еврейского «софа» означает «вечно молодая», с арабского «умная», а с хинди «золотая». Имена звучат по-разному, но происхождение общие. Характеристика имени женщины с именами Софии и Софии – невероятно чуткие и отзывчивые, у них доброе сердце. Это проницательные и серьезные личности, а в основе их мудрости лежит интуиция и наблюдательность, а не книжные знания. В общении они довольно приятны, скромны и не торопятся показывать свои истинные чувства. Софии обладают состраданием, терпением и готовностью прийти на помощь. При этом они хорошо разбираются в людях, у них нет врагов. София отличает стремление лидировать, ей необходимо получить уважение коллег. Никто не догадывается, что ее внешность скрывает тонкую иронимую натуру, часто обладательница имени – это одинокий человек, который привык свои чувства скрывать от окружающих. В личной жизни у них не все складывается гладко, встречаются фаталистки, а те, кто доживает до глубокой старости, оставляют глубокий след памяти других. В характеристиках двух имен много общего, но есть мнение, что обладательница формы, в которой присутствует мягкий знак, более эгоистична и не допускает критики в свой адрес. Она всегда отыщет виновных в своих неудачах и найдет оправдание собственным промахам. В детстве София – покладистый ребенок и верит в сказки. У нее нет проблем с учебой, родители не заметят, как она минует подростковый возраст. Зато забота близких людей необходима ей, как воздух, самые теплые отношения связывают ее с бабушками и дедушками. Купание в лучах материнской любви сделает из нее уверенную и сильную женщину. Несмотря на то, что Соня всегда выглядит прекрасно, сильным здоровьем она не отличается. В семейной жизни она деликатна, старается избегать шумных ссор и готова жертвовать ради любимого человека. Ее нельзя назвать идеальной хозяйкой, она не отличается особым энтузиазмом в ведении хозяйства. София экономно и очень рационально использует семейный бюджет. Для нее муж – партнер, при этом у каждого остается место для личного пространства. Как мать она доверяет детям и не стремится навязывать собственное мнение. Талисманы в именах Софья и София много общего, даже камни и талисманы небесные покровители у них одни и те же. Девушкам с этим именем рекомендуется украшение с опалом и лазуритом, а одежда синих и зеленых оттенков. Им покровительствует планета Сатурн, величественная и загадочная, а также зодиокальный знак весы, воздушные и утонченные. Знаменитые обладательницы имени. Среди знаменитых обладательниц данного имени есть представители самых различных профессиональных направлений. Графиня Ростопчина сочиняла литературу для детей. Бардина и Перовская известны как русские революционерки конца XIX века. Ковалевская, великий математик, академик. Геоцинтова, Пилявская, Головкина и Преображенская посвятились свою жизнь творчеству, играли в театре и исполняли роли в кино. Невероятно успешной стала эстрадная карьера грузинской актрисы Софи Кочио Урелли итальянки Софи Лорен. Российский спорт прославили гимнастку Муратова и чемпионка по фехтованию Великая. Всенародной любовью пользуется украинская певица София Ротару. Возможно, успех был заложен в имени, который она получила при рождении. В официальных документах прежде чем выбрать имя для дочери, родители должны принять взвешенное решение и знать о возможных последствиях. Ведь ошибка в написании с мягким знаком или без влечет за собой неразбериху с бумагами и государственными организациями. Только полное совпадение имени во всех официальных документах, будь то паспорт, диплом или водительские права, дает гарантию, что вам не придется подтверждать свою личность и для этого даже обращаться в суд. Основополагающим документом в таких случаях всегда служат свидетельства о рождении. Стоит сказать отдельно о частых расхождениях, которые допускают работники учреждений при оформлении различных документов. В этих случаях необходимо четко придерживаться правил орфографии в части склонения по падежам. Чаще всего склонения имени происходят в дательном падеже, так как официальные документы, выданные по окончании учебного заведения или в части дополнительного образования, фиксируют фамилию и имя его владельца. Например, диплом выдан Софии или Софии, тут важно правильно написать и не ошибиться. Тайна имени тайным значением обладает каждое имя. Есть она у Софии и Софии. Не перестает существовать мода на звучные, старинные имена. Родители, ожидающие пополнения в семье, должны со всей ответственностью подойти к выбору и не совершить ошибки. Ведь любые изменения в произношении имени схода с заменой цифр в числовом коде и особым способом сказываются на энергетике его обладательницы. Поэтому от того, какое имя девочки впишут в документы о рождении, будет зависеть ее дальнейшая судьба. А каждый непременно хочет видеть своего ребенка успешным, талантливым и счастливым.